Приветствую вас. Как правило, люди поступают подобным образом, так вот, как вы описываете. В том случае, если отношение с партнером воспринимается как, ну, замещение. То есть, он замещает отношения с девушкой, да, новой, отношениями с новой девушкой, он замещает отношения с вами. Доказывать человек может вам что-либо по той простой причине, что он сам себе хочет доказать. То есть, он сам не уверен в том, что делает, он сам не уверен в своих поступках до конца. Вот. И, соответственно, соответственно, вот тем, что пытается доказать, да, он, условно говоря, убеждает себя, убеждает себя самого себя, в том, что поступает, ну, как-то вот верно, правильно, в том, что ему так лучше будет, ну, в любом случае. Вот. И, соответственно, как бы, это демонстрирует то, что он не уверен в своих действиях и, в общем-то, сомневается. Сомневается в том, насколько вообще правильно он себя ведет. Вот. В свою очередь, это говорит о том, что у человека есть определенные конфликты, ну, внутри, внутри себя есть определенные конфликты, есть... определенные, там, определенные трудности, вот, у человека самого по себе, вот. И это говорит о том, что у мужчины, ну, у мужчины действительно остались какие-то чувства к вам. Хотя, говорить об этом, конечно, можно только в том случае, если, как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, разобраться в том, что же он делает. То есть, вот, именно, человек, что делает человек. То есть, вот, вы пишите, вы пишите, да, что он, что он скидывает вам фотографии. Какие-то, да, ну, с новой, с новой девочкой своей. Вот. И для меня, честно говоря, это, ну, в некоторой степени загадка. Почему он это делает? С чего бы ему это делать и для чего? Вот. То есть, это нужно выяснить, это нужно выяснить, помимо всего прочего, да, это нужно выяснить, выяснить. Вот. Вот так. С вашей стороны, именно с вашей стороны, можно вести речь о том, цепляет ли вас это или нет, что-что он делает. Если, цепляет, то по какой причине? То есть, почему вас цепляет? То, что он делает? То есть, если, если вы не завершили с ним отношение, если у вас к нему сохраняется эмоциональная привязанность, допустим, то можно вам помочь от нее освободиться. Можно вам помочь, ну, реализовать все, немножко по-другому. Можно помочь вам это сделать. Подчеркиваю, помочь. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.